Ну что, сегодня утро следующего дня. Мы выехали из Питера. Время 8.04. Проехали по Каду и движемся в сторону Республики Карелия. Стас передает вам привет. Всем привет. Какие у нас новости? Подвигаемся в Республику Карелия, город Росгеала. Наконец-то мы открыли, куда мы едем. Там много достопримечательностей и очень красивый природный парк. Но это мы все покажем дальше в видео. Что из минусов? Я вообще приверженец того, чтобы бронировать заранее гостиницы. Но тут муж мне уговорил, зачем все это делать заранее. Все-таки там в 21 век гостиниц много всегда может найти по дороге в машине. Но вот мне тут-то было. В принципе, его рассуждения были логичны. Многие так подумают. Но вчера, лежа в гостинице в Питере, я листала телефон, пролистала 40 сайтов. Букинг, Твилл, в общем, все подобные. Яндекс и даже Авито, частное объявление по сдаче квартир посуточно, занято все. Вот июль-август, это, видимо, в Карелии идет прям сезон, когда приток туристов. И заняты все-все-все гостиницы. Нету свободных номеров. Просто пролистала все, что можно. Несколько часов листала. Занято все. И также заняты Гореву. Стала уже через Авито частные квартиры посуточно. Думаю, ну хоть там-то что-нибудь будет свободно. Хотя я обычно не люблю снимать квартиры. Как бы мне удобнее в отелях, в гостиницах. Как бы я считаю, там комфортнее. Но за неимением большего решила пойти туда. И также обзвонила, обписала всех хозяев квартиры. Все пишут, что у них все занято там чуть ли не до конца августа. Поэтому либо нам придется вернуться в Питер, либо еще по пути я попробую сейчас поискать. Может быть, что-то найдется. Но, скорее всего, мы погуляем сегодня в Русскеале. И будем возвращаться на ночлег уже за поздня в Питер. А так планировали остаться, ночевать где-нибудь под Русскеалой. Например, в Сартовале, ну или в ближайших окрестностях. Дорога в сторону Карелии шикарная. Вот так вот мы идем. Две полосы плюс обочина. Разделительная. Дорога идеально ровная. Смотрите, асфальт прям новый. Машин очень мало. Разрешенная скорость 90. То есть можно ехать до 110. И вообще прям едем быстро. Уже проехали достаточно много. Поэтому, в принципе, обернуться за один день, доехать до Карелии, там все посмотреть, погулять. И вернуться назад в Питер проблем, я думаю, не составит. Местами даже есть ограничение 110, то есть 130, можно смело ехать. Воздух очень живописненько. Сама дорога прям даже не хочется куда-то гнать. Настраивает на такое прям настроение, расслабление какое-то. Прям такая чистая-чистая природа. В общем, сама дорога доставляет удовольствие. Где-то по правую сторону от нас, там за лесом, находится Ладожское озеро. Но потом подъедем к нему, когда будем уже в Сартовале. Пока что тут никуда сворачивать не будем. По левую сторону от нас Стас. Но на самом деле не только он. Там идет не так далеко финская граница. То есть это, получается, граница с Финляндией, недалеко отсюда. Опять же, все вот эти Роскиала, Сартовала. Почему такие названия? Тут есть еще более такие названия, которые фиг вы говоришь. Даже не буду пытаться. Язык можно сломать. Почему такие названия? Потому что это все бывшие финские территории. То есть когда-то это была финская территория, но сейчас уже наша. Только что въехали в Республику Карелию. Тут было КПП, но его не снимало, так как там стояли, я не знаю, как назвать там, охранники, пограничники, не знаю. В общем, люди в форме. Останавливали все приезжающие машины, заглядывали там, ну, для проверки документов. Ну, мы с ребенком нас посмотрели, мы только приостановились, открыли окно. Они увидели, что у нас ребенок, и сразу сказали, все хорошо, проезжайте, вот. И мы уже в Республике Карелия. Дорога стала извилистой. Тут прям такие хорошие пошли спуски, подъемы, прям как на американских горках. Не знаю, сейчас уже проехали, показать особо такое не могу, но тут прям были такие вот волнами. То есть спускаешься, поднимаешься, спускаешься, поднимаешься. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, друзья, прибыли мы в Рускеалую, сейчас будем мы записывать. По пробегу от отеля получилось 304 километра. Обратите внимание, тут не было платной дороги, быстро мы не ехали, и вот столько бензина мы зарасходовали на 300 километров. То есть получается чуть больше четверти бака. Ну, на прошлых видео вы видели, да, какой был расход, вот, а сейчас получается расход гораздо меньше, что мне лично очень нравится. Поэтому насчет той платной дороги, да, каждый, конечно, выбирает для себя сам, да, ну, за себя скажу. Экономия хорошая по поводу времени, но расход топлива, конечно, очень большой. Ну что, природный парк Рускеал, насмотрим, что тут есть, подъехали. Найти, в принципе, несложно, упретесь у него. Далее тут автостоянка, туалет, все это бесплатно идет. За стоянку машин платить не нужно. Лерочка у нас молодец, дорогу выдержала, сейчас чувствует себя хорошо. Честно, она, где там вот такой вот извилистый типа серпантина, очень тяжело бы ехать, даже меня слегка укачало, но Лерочка немножечко уже под конец начала хлыкать, но в целом нормально. Сейчас идем вот туда, вот впереди покупать билеты на вход. Купили билеты, входим сейчас в парк, билет взрослый стоит 450, вот тут у нас два взрослых, один детский, он нулевой, для ребенка до 7 лет, но нужно предъявлять свидетельство о рождении. Он бесплатный? Да, он бесплатный, нулевой билет, вот, но в связи с по рождению у меня был в машине, прошло и по паспорту, ну, то есть у меня в паспорт ребенок записан, далее так, хотя на кассе написано только оригинал свидетельства. Первый у нас по маршруту оказался итальянский карьер, выглядит это все вот так. А еще есть тут такие вот предупреждающие знаки, не очень мило. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Есть тут такое вот отделение почты России, сегодня оно, правда, не работает, выходной, но по выходным он работает, это почтовое отделение, я думаю, тут, наверное, можно отправить, например, открытку свидем и русские Аллы себе домой или друзьям. Есть детская площадка, кафе. Музыка. 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 Немного отъехали от природного парка Русский Алла, увидели вывеску съезд на водопады, вот остановились на стоянке, взяли Лерочку, естественно, с тобой опять уже решили без коляски, так как там написано, что вроде как недалеко. Сейчас я посадил на шею, идем посмотрим, что тут за водопады. Едем мы в Сартовалу, в Русский Алле нагулялись, теперь посмотрим тут. Считается одним из самых красивых городов Карелии. Вот проезжаем Ладожское озеро. Сейчас мы на набережную еще к нему выйдем. Остановились мы. Смотрите, вот там впереди станция какая-то, Сартовалла. Это озеро Лапи Ярви. Такое вот. Ну, оно впадает в Ладожское озеро. Там впереди железнодорожная станция. Вышли мы к паровозу. Такое вот тут есть. Поближе сейчас вам покажу. Вот. Особо ближе тут не подойдешь, он как бы на постаменте стоит. Ну, в общем, как-то так. И вот таких вот домов тут большинство. Не знаю, сколько ему лет, но, по-видимому, очень-очень много. Показываю вам карельскую кухню. Это такой пирожок открытый. Называется калитки. Вот их два. Взяла себе и Стасу попробовать. Это карельская кухня. То есть их нетрадиционное блюдо. Бывают еще с карельскими грибами такие же пирожки. Ну, в общем, решили попробовать. Вообще, тут их продают в ресторане. Я вот забежала, попросила на вынос. То есть хорошенький ресторанчик, небольшой. Но все как положено, белые скатерти, салфеточки, в общем. Сидеть там не стали, так как нам надо сегодня вернуться в Питер. Потому что гостиниц свободных нет, чтобы остаться в Карелии. Все места заняты, сезон. Мы вернемся в Питер, поэтому взяли с собой на вынос попробовать. Цена? Удовольствие 100 рублей за одну штучку. Но для ресторана, я считаю, что очень даже демократично. Увидели вывеску, что тут какая-то гора Филина. Вот. Завернули, проехали. Вот тут вот впереди небольшая гора. Ну, в принципе, там кассы можно пройти, но мы уже подустали. И как-то... Ну, были мы в более больших горах, поэтому не особо интересно. Решили просто вот так вот. Подъехали, посмотрели и поедем дальше. Остановились. Мы еще в одном месте. Уже выехали из Карелии. Тут, значит, называется это место крепость Карелла. Она у нас идет туда. Не знаю, что это такое. Но сейчас сходим посмотрим. И перед этим тут вот танки стоят вот такие вот. Ты снимаешь, что ли? Да. Да, я сказал изначально, что это Тургуска. Но меня гугл поправил. Это все-таки шилка. Зенитная установка. Вот. Но я в них не так уж и хорошо разбираюсь. Особенно относительно современных. Вот. Там дальше, соответственно, танк ИС-3, его я узнаю, ИС-1000. И чуть дальше самоходная артиллерийская установка Су-152 Зверобой. Советскую историю, разумеется, я знаю хорошо, поэтому всю нашу технику и немецкую технику времена Второй мировой войны я знаю прям от и до. А в более современной ну уж извиняйте. Куда мы приехали, это музей крепость Карелла. Написано основано в 1310 году. В общем, сейчас пойдем посмотрим, что там. Вот она крепость впереди. Войти внутрь уже мы не успеем, потому что там она до шести всего работает. А касса работает до полшестого, а время без одной минуты шесть. То есть мы не успеем, но заснимем и сами посмотрим, вам заснимем. Но, к сожалению, только снаружи. Ну, вот так получилось, друзья, извиняйте, если что не так. В общем, вот она как идет. А вот памятник Рюрику с правой стороны. Вот такие вот двери. Тут вот трещушка всякая протекает, маленькая. И вот такие стены. А толщина стена какая? Ого-го! Ну, это залядер. Это какой-то подход. Ага. И вот что там внутри. Кстати, друзья, для тех, кто не знал, почему СУ-152 прозвали Зверобой. Ну, мало ли, может быть, есть такие, кто не знает. Все из-за того, друзья, что эта самоходка отлично справлялась с тиграми. И в связи с этим ее и назвали Зверобоем. Так, ну что, промежуточный итог. Съездили мы из Питера туда и обратно. Мы вернулись в Питер, но пока доехали не до гостиницы, а до заправки. Остановились мы, заправились. Проехали мы 597 километров. Средний расход у нас вышел 5,9. Вот вернулся до полного бака. На 600 километров округлим. 34 литра мы израсходовали. То есть, как я и говорил, по Платнику ехать сильно дороже, чем по этим дорогам. Кстати, насчет обзора Соляриса. У меня мнение несколько изменилось после этой поездки. Если все-таки интересно, напишите комментарии побольше. я расскажу более детально про этот автомобиль. Так, ну что ж, двигаемся к гостиницу. Ну что, вернулись мы из Карелии и снова в Питер. Заселились в номер. Снимали номер, называется он усадьба на Елизарова. Такой вот отель, мини-отель. С виду он небольшой неказистый, но внутри выглядит очень-очень даже прилично. Смотрите, по сути, такая мини-квартира студия, хотя это отель, три звезды, тут входная дверь, это душ-туалет, смотрим дальше, что тут есть. Кухонка, маленькая кухонка, редко что встретишь в отелях, чтобы была своя кухня. В кухне есть все, вода, коврики для сушки, посуды, средства для мытья, естественно, губки, абсолютно новые все положено, всякие половнички, плита индукционная на две конфорки, чайник, полотенца, висят все новые чистые, значит, всякие соль, перец, масло, сахар, специи, даже салфетки, все это есть. Вытяжка для готовки, набор посуды под любой вкус, для чая, кофе, выпивки, все, что угодно, тарелочки, френч-пресс, в общем, абсолютно большой набор посуды. Смотрим дальше, мусорное ведро на кухонке, так же, все, что нужно для еды, ножи, столовые приборы, абсолютно все, какие нужны, открывалки, ножницы, в общем, тут тоже все, что нужно. Далее, ковшики, кастрюльки, сковородки, мини-холодильник, два барных стола, тут достаточно большой телевизор, обогреватель, вентилятор, маленький диван, дополнительное спальное место, два окна идет в номере, большая двухспальная кровать, она же трехспальная, обычно нам Лера не дает нормально поспать, она спит с нами и толкается, тут, я думаю, нам места всем хватит. Ночнички идут, и вот такой вот шкафчик, открытый с полочками, тут дополнительное одеяло, всякие вешалки, в общем, все, что нужно, тапочки, щеточки, также есть зеркало, и давайте посмотрим, что еще есть в душе. Кстати, свет достаточно хороший, еще дополнительно тут софиты. Так, и смотрим в душе, что у нас есть. Большая душевая кабина, такая вот, прям широкая. Есть гель для душа, шампунь, также есть мыло, зубные щетки, фен, ну, собственно, раквина, унитаз, ёршики, в общем, все-все-все, что необходимо, тут есть. Также есть полотенце-сушитель, полотенце для ног, ну, соответственно, на кровати комплект полотенец на двоих человек. В общем, номер отличный, мне понравился. Мы сейчас тут на две ночи, ну, может, посмотрим, еще продлим, нет там, как получится, куда решим съездить. Может быть, на три, еще пока не знаем. Посмотрим, в общем, по обстоятельствам, постараемся здесь погулять более основательно. Вот, до этого мы вам показывали самые окраины Санкт-Петербурга, ну, или Питера, кому как удобно. А сейчас мы в более центре, конечно, контраст огромный, вот, естественно, мы это тоже покажем. Да, находимся, мы, кстати, ближе к центру, и совсем-совсем рядом с нами еще набережная. Давайте еще покажу вам вид из окна. Вид из окна тут, правда, на двор, на набережную нет, но она, на самом деле, получается набережная вот там где-то. Ну, тут за домами не видно, но, в общем, в пешей доступности. И еще метро 210 метров от отеля. То есть не планируем мы передвигаться тут на машине, а планируем, скорее всего, пешком и на общественном транспорте до центра добираться. Ну что, мы заселились в отель, пошли прогуляться. Заказали пиццу, сказали полчаса готовиться. Мы быстренько бегом добежали до набережды. Не самое, может быть, пейзажное место, но зато оно было самое ближайшее, чтобы мы уложились полчаса туда-обратно, разумеется. Да, сейчас мы просто, у нас такая выборочная прогулка, Лера вон там наблюдает. Мы зашли в магазин, купили бутылочку вина, невские пирожные местной фирмы, вот, водички, и зашли в пиццерию Tokyo City. По-моему, она питерская, не знаю, может быть, еще где-то есть. У нас в Москве вроде нет такой. Заказали три пиццы, сейчас пойдем ужинать, ну а завтра уже на прогулке. Вечер за пиццами, у нас вот такая вот одна большая, это пицца питерская, и две вот такие вот поменьше. Не помню, как называется, но не важно. И вот местные пирожные, такой вот получается, Невские берега, кондитерская, вот так вот они выглядят. У нас водичка и бутылочка вина. Субтитры создавал DimaTorzok